Свыше ста людей, неравнодушных к судьбе и творчеству Александра Солженицына, собрались накануне в Брестском государственном техническом университете на международной научно-практической конференции Александра Солженицына постсоветском пространстве «История и современность». Идея организовать и провести в Бресте встречу такого формата возникла на кафедре белорусского и русского языков. Поддержали инициативу сотрудники Российского центра науки и культуры в Бресте, а также объединение «Русское общество». Мы хотели бы, чтобы этот проект стал международным, чтобы приняли участие все ученые, которые занимаются творчеством Солженицына, которые так или иначе причастны к его работам. Вы знаете, что он не только писатель и достижение не только русской литературы, но и достижение мировой литературы. Он еще и философ, поэтому здесь будут доклады и на философские темы, и на литературные темы. Это будет такой широкоформатный проект. Своими знаниями, мнениями и идеями делились ученые из России, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии. Также состоялся онлайн-видеомост с представителями научного сообщества из Польши и Германии. Разные города и страны, разное мнение и доклады, но общая цель – обсудить то богатое литературное наследие, которое оставил известный русский автор. Рассказать студентам об Александре Солженицыне человеке уникальной судьбы и не менее уникального творчества. Сейчас есть такие некоторые проблемы, студенты и учащиеся не хотят читать, не хотят развиваться, но тем не менее это необходимо для всех нас, для того, чтобы нести вот эту культуру, понимание свободы, понимание каких-то таких человеческих устоев по следующим поколениям. Очень важно, чтобы этот багаж передавался, потому что мы воспитываем новое поколение, мы воспитываем молодое поколение. И именно для того, чтобы это поколение поддерживало то, что есть на земле, это поколение должно быть именно воспитано на правилах или на таких понятиях, жизненных понятиях, как свобода, правда, истина, о которых в своем творчестве говорил Александр Исаевич Солженицын. У участников конференции также была возможность познакомиться с большой выставкой, посвященной жизни Солженицына. Ее подготовили работники областной библиотеки имени Горького. Они поддерживают связи с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и получили в дар 300 экземпляров книг по истории русского зарубежья, русскому языку и литературе, культуре и истории России. Продолжение следует...